Раздельный сбор мусора в Рязани реализуется несколькими способами. Один из них – это установка желтых контейнеров рядом с обычными мусорными баками. Именно в них горожане могут выбрасывать бумагу, металл, пластик и небитое стекло. А серые или зеленые контейнеры предназначены для бытовых отходов, которые подвержены процессу гниения. У контейнеров обычных только путь на свалку. У желтых контейнеров их забирает тоже другая машина, тоже мусоровоз, но уже другой. То есть у нее другой маршрут сбора. Она забирает только желтый контейнер и отвозит все это на сортировочный комплекс. Там происходит сортировка для дальнейшей переработки отходов. В случае с обычным вывозом мусора из полученной в результате пересовки каши практически нельзя извлечь ничего полезного. Максимум 3%. В том случае, если мусор отсортирован заранее, польза составит 60%. У нас же есть пример в экологическом Рязанском альянсе, когда на улице Горького один из наших волонтеров поставил контейнер самостоятельно в своем дворе, согласовав. И там никакой информационной информации среди населения не проводилось. Но после первой выгрузки было ясно, что там население абсолютно готово. Только бумага и только пластик был в контейнере. Все. Не надо думать. Все настраиваются на плохое население, которое не сортирует и никогда не будет сортировать. Но большинство населения, 75%, готово сортировать отходы. Тем более мы предлагаем самую мягкую систему отходов в сортировке. Чтобы удостовериться в вышесказанном, мы спросили у самих рязанцев, будут ли они сортировать мусор для того, чтобы выкидывать его в желтые контейнеры. Да, конечно. Для меня это не проблема. Какая разница дома. Несколько мешков сюда, это сложилось сюда. Я отнес так, что без проблем. Муж сортирует, всегда мусором занимается. Так что, если я ему скажу, он будет, он у меня очень пунктуальный человек. Допустим, пластик можно переработать отдельно, бумага можно переработать отдельно. Не кидать все вместе. Ведь все по отдельности можно переработать. Надо с молодежью разговаривать. Мы-то, конечно, всегда поддержим молодежь, потому что они везде разбрасывают, идут бутылки и все и прочее, короче говоря. Так что нет ничего проще, чем организовать дома два пакета для мусора и выносить отсортированные отходы в желтый бак. А оставшийся мусор класть в соседний. Однако не во всех районах города пока есть такая возможность. 16 контейнерных площадок сейчас оборудовано в районе гор Рощи. Еще столько же будет оборудовано в ближайшие дни. Для других районов города открыта еще одна возможность. Каждую субботу представители экологического Рязанского альянса проводят раздельный сбор мусора с 10 утра до 12 дня в различных точках Рязани. Уточнить информацию можно на сайте организации. Напомним, что в этом случае и в случае с желтыми баками битое стекло лучше не сдавать, поскольку сортировку производят обычные люди своими руками, так что они могут пораниться. Также в переработку не могут идти использованные памперсы. И напоследок стоит сказать, что сортировка – это уменьшение общего количества мусора и улучшение экологической ситуации.